Здравствуйте, мои уважаемые подписчики, все те, кто случайно оказался на моем видеоканале. Я вас приветствую. Тем, кто не знает меня, я хочу представиться. Меня звать Мила. Я живу в Соединенных Штатах Америки, в штате Аризона, недалеко от его столицы, города Феникса. За те 20 лет, которые я живу в этой стране, у меня появилось мое новое любимое хобби, которое называется хайкинг. То есть я очень-очень люблю ходить в горы. И хотя горы здесь в Аризоне не очень высокие, но маршруты достаточно сложные, потому что земля здесь каменистая, это пустыня. И температура окружающей среды очень высокая. Летом она доходит до 50 градусов. Конечно, в такую погоду никто в горы не идет, но тем не менее, когда осенний-весенний период, температура уже достигает выше 40 градусов. И если идти в горы хотя бы провести там 1 час, то это очень большая физическая нагрузка. Вы, значит, с вас стекает 100 потов. Поэтому, когда мы планируем с моим мужем, значит, наш отдых, мы обязательно выбираем место, где есть горы, где мы можем делать хайкинг. И два последних раза мы ездили в штат Колорадо в разные места. Это был Тилурайт, тоже высокие горы, это 9 тысяч майлов над уровнем моря. И потом мы ездили в город Эспен, Snowmass, недалеко от города Эспен, это тоже высоко в горах. На этот раз наш выбор пал на штат Монтана, который находится на границе с Канадой, где тоже очень высокие горы и много озер. Но я хочу сказать, что штат Монтана нам даже понравился больше, чем те места, которые мы уже до этого посетили в штате Колорадо. И я уже сделала два видео и разместила их на своем видеоканале. Последние несколько дней я смотрю видеопередачи на российском телевидении, то есть на Ютьюбе, об известной советской актрисе, которая ушла недавно из жизни, Элине Быстрицкой. И про тяжбу, которая началась, судебный процесс между арт-директором Элиной Быстрицкой и ее родной сестрой, которая живет в Израиле, которая приехала сюда и вот уже продолжительное время находится здесь. Значит, родная сестра Элины Быстрицкой подала в суд на арт-директора и обвиняет ее, что та сняла очень большие суммы незадолго до смерти актрисы. И мне захотелось поделиться историей, которую я наблюдала здесь, в Соединенных Штатах Америки, почти что аналогичной тому, что произошло с Элиной Быстрицкой. Значит, один из моих знакомых, который переехал из Израиля по рабочей визе сюда, в Соединенные Штаты Америки, он оставил своих престарелых родителей там, в Израиле, поскольку вся его семья – это родители, это жена, это его маленький сын. Они в начале 90-х переехали в Израиль, то есть эмигрировали, и его родители на тот момент были на пенсии. И в Израиле существует государственная программа, когда пенсионеры, которые являются репатриантами, они обеспечиваются сразу государственной пенсией и бесплатным жильем. Так вот, его родители были обеспечены этим, и в дополнение плюс к этому, большой плюс, им выделялся социальный работник, которая в данном случае была женщина, которая приходила несколько раз в неделю ухаживать за ними, упирать, готовить, водить их по врачам, обеспечивать их, значит, лекарствами. То есть вот этот мой знакомый, переехав в Америку, он был спокоен, что его родители находятся под надзором государства, они присмотрены, и будет с ними все нормально. По каким-то обстоятельствам отношения его сына с бабушкой и дедушкой, то есть с родителями вот этого моего знакомого, они не сложились, то есть не было никаких контактов, никто никому в гости не ходил, и никаких отношений не поддерживали. Ну так вот, этот социальный работник со временем, она стала, поскольку никого нет у этих престарелых людей, сын далеко, и этот социальный работник, женщина, она стала очень близкой, они стали ей доверять, они стали на нее полагаться, и привыкли, они привыкли к ней, как будто это была их собственная дочка. Они какие-то делали ей подарки все время, они делали подарки не только ей, но и ее детям, и ее внукам, вот эта женщина уже была в возрасте, этот социальный работник. То есть настолько стали близкими отношения, что пожилые, вот эти пожилые люди, они воспринимали эту женщину, социального работника, как свою родственницу, как очень близкую родственницу. И поскольку люди становятся немощными уже с возрастом, и на кого им опереться, они естественно прибегают к помощи того, кто им оказывает на повседневной основе какую-то помощь. Они становятся буквально как дети, привязанные к вот этим людям, которые находятся рядом. В какое-то время умирает его отец, и мать остается одна, и она подписывает генеральную доверенность своей, так называемой, как она ее называла, уже моя дочка, социальный работник, которой она прониклась доверием, которой она прониклась любовью, и которую она стала считать уже чуть ли не своей дочкой. Когда этот мой знакомый узнал, что эта женщина, социальный работник, снимает приличные суммы со счетов его матери, это были там 2000 долларов, 3000 долларов, и к тому времени его мать уже находилась в таком состоянии, когда она не могла даже выходить на улицу, то есть она постоянно находилась у себя в комнате, у себя в квартире. И все, абсолютно все функции по уходу, по выживанию его матери взяла на себя эта женщина, социальный работник, которая стала снимать эти суммы по генеральной доверенности, и неизвестно, как ими распоряжаться. И когда этот мужчина узнал, он позвонил в департамент социальных услуг, и сказал, что он отказывается от услуг этой женщины, поскольку женщина ведет себя нечестным образом, и эту женщину отстранили от его матери. Так что же получается? Ну, с одной стороны, да, его мать была ограждена от нечестного человека, которая, как говорится, втерлась в доверие и стала пользоваться положением немощного пожилого человека. Ну, а с другой стороны, что мы наблюдаем? Как только эту женщину, этого социального работника отстранили от его матери, его мать буквально скончалась через месяц. Она тосковала, ее забрали в больницу, она попала в хоспис, то есть это место, где лежат уже люди, которые никогда не выйдут, которых готовят к смерти, попросту говоря. И она тосковала по этой женщине, она все время спрашивала о ней, то есть можно было ее понять, она же привязалась к ней, как ребенок привязывается к матери, она просто без нее не мыслила уже в своей жизни. И в конце концов, эта женщина, она быстро угасла и ушла в мир иной. Так вот, смотря вот эти передачи об Иллине Быстрицкой, абсолютно та же ситуация, та же история. И женщина ушла из жизни очень быстро после того, как ее отстранили от родного человека, которым являлась ее арт-директор. То есть она была для нее, для Иллины Быстрицкой не только директором, не только человеком, который помогал ей в ее артистической карьере. Она была просто самым близким человеком, которого она видела в своем окружении. Ее сестра была в другой стране, в Израиле. Все родственники тоже там были. У нее рядом никого не было, кроме вот этой вот женщины, которой она полностью доверяла. Доверяла буквально все. И что случилось, когда сестра Иллины Быстрицкой приехала и уволила, и завела судебную тяжбу с бывшим, будем говорить, арт-директором Иллины Быстрицкой. Иллина Быстрицкая очень быстро ушла из жизни. Она, поскольку говорят, что она высохла, она уже ничего не ела практически, она отказывалась от еды. Но, естественно, потому что ее лишили самого близкого человека, ей больше уже никто не нужен был. То есть в возрасте люди, когда никого рядом нет, ни детей, ни родственников, все заняты, не потому что их просто нет, а потому что у всех своя жизнь, все заняты. И все стараются каким-то образом откупиться, какие-то подарки делают этим социальным работникам, какие-то письма пишут, открытки, что спасибо большое, что вы ухаживаете за моей мамой, за моей сестрой, за моим братом и так далее, за моими близкими людьми. И надеются, что та зарплата, которую они получают от их престарелого родственника, достаточно. И что человек посторонний, который все время находится рядом со стареющими престарелыми родственниками, будет честен и до конца выполнять, иногда и безвозмездно отдавать свое время, свою жизнь вот этим престарелым людям. Иногда это оказывается просто роковой ошибкой, если не в большинстве случаев. То, что произошло опять же с Элиной Бестридской, рядом никого нет, она стареет, она становится немощной, и опереться не на кого, она доверяет полностью человеку, женщине, которая находится с ней постоянно. И в хорошие времена, и в плохие времена, эта женщина годы посвящала свое время. Ну, и, к сожалению, вот что случилось с Элиной Бестридской, когда наступил момент, когда она именно была уже в состоянии, почти что в состоянии маленького доверчивого ребенка, который ищет любовь от тех, кто рядом с ней находит и получает эту любовь. То есть человеку уже становится неважно, сколько отдать своих денег со своих счетов. Человеку становится неважно, ему становится только очень важным присутствие этого родного, единственного человека рядом. Поэтому, конечно, некоторые люди пользуются таким положением стариков, они, можно так сказать, начинают их потихоньку грабить, опустошать их карманы. Ну, а с другой стороны, ну, а где же все находятся родственники? Они слетают только тогда, когда время работает на месяцы, может быть, на последний год, перед тем, как этот пожилой родственник, этот пожилой немощный человек уйдет из жизни для того, чтобы поделить наследство. Поэтому какое мое мнение? Да, конечно, это хорошо, что существуют социальные структуры, которые досматривают, которые оказывают помощь престарелым людям, когда некому ее оказывать, когда или нет родственников, или они далеко. Нужно быть готовыми к тому, что, в конце концов, когда наши пожилые родственники оказываются один на один со своими помощниками, то, естественно, и все деньги, и все ценности, которыми обладает этот пожилой и беспомощный человек, перестают иметь какую-либо ценность, и они готовы отдать, готовы поделиться всем, что у них есть, только лишь бы этот близкий человек, это своего рода мама, она их не покидала и была рядом с ними. И еще раз, жизнь не всегда очень справедлива. И поэтому мое мнение, что вина в основном и ответственность ложится на тех близких и родных, которые не смогли обеспечить спокойную старость своим близким, немощным и беспомощным старикам, и теперь, когда уже их нет, они слетаются, чтобы поделить их наследство, и очень бывают расстроенными, когда узнают, что средства их близкого родственника были растрачены кем-то другим. Это нам, большая наука, мы должны думать об этом. А что вы думаете? Скажите, что вы на этот счет думаете? Права я или нет?